Психология грошей Ученый-физиолог Евгений Соколов когда-то доказал, что мозг живых существ функционирует по так называемым «меченым линиям». Он исследовал низших животных и обнаружил, что работа их мозга запрограммирована. Нейронная сеть сформирована таким образом, что нервные импульсы в мозге распространяются, как поезда, по рельсам с остановками в нужных местах. У человека мозг устроен, конечно, гораздо сложнее, но и у нас есть такие «меченые линии». Именно по ним проходят доведенные до автоматизма действия, когда, скажем, входя в комнату, вы протягиваете руку к выключателю, садитесь за стол, берете привычные предметы и так далее. Вот что интересно, если человеческая деятельность не является творческой, если каждый день перед вами не встают новые задачи, получается, что вся ваша жизнь протекает по вот этим вот «меченым линиям». И, естественно, тогда большая часть мозга не работает, большая часть его областей находятся в отключке, потому что нет никакой в них нужды. Нет вспышек эмоций. И человек, вот вы даже можете вспомнить сегодняшнее утро, и вот вспомните последовательно, что вы делали утром, там, встав с кровати и в течение всего утра. И большинство, и практически все не смогут вспомнить, потому что вот это утро доведено у многих до автоматизма, если только у вас не случилось событие какое-то новое, которое вас дестабилизировало и вывело из себя. Вот то же самое в бизнесе. Если у вас нет задач «вызовал», то есть каждый день вы решаете вопрос еще на одну ступеньку, еще на один сантиметр вверх. Вас сбивают, а вы опять идете вверх. Мы на прошлой передаче говорили, что основной ошибкой людей, которые превращаются в людей бедных, это отказ смотреть вверх, отказ от карьерного роста, остановка. Вот они говорят, да, денег много не надо, нам хватит и этого, всех денег не заработаешь. Вот это уже путь в бедность. И все, мозг остановился. Да. Начинается хождение по меченым линиям. Я даже, да, вот прочитал, интересно, забыл фамилию, миллиардер там в Москве, он сейчас сидит, но он вообще из луганских шахт. Он заработал миллиард там на продаже шахты и отсел в Москве на Рублевке, и там превратился в такого монаха, проживает жизнь, верующим вдруг стал. И вот я читаю, что он теряет бизнес. Он теряет бизнес, у него все отбирают, потому что у него образовались долги. Вот даже умиротворение миллиардера разоряет миллиардера. Хотя, казалось бы, он уже разориться не может. И вот там показали, что цифры его там шахты оцениваются в миллиард, а должен он уже 800 миллионов. То есть, таким образом вы видите, что как только человек останавливается и не смотрит вверх на лучшее пастбище, на лучшие места, где живут более богатые люди, когда он перестает напрягаться, когда он самоуспокаивается, тут же он начинает деградировать и идти вниз. Вот в «Клане Сопрано», известном американском сериале, там вот этот вождь мафии говорил своим людям, он говорит, что деньги поднимаются наверх, а дерьмо спускается вниз. И вот эта вот фраза, она должна для вас запомниться, потому что она именно и говорит правду. То есть, путь в бедность, в плохую жизнь, он один для всех. Человек как бы соскальзывает в нее, в то время как, ну так красиво скажу, стебель жизни растет вверх. Из-за него надо цепляться всеми четырьмя ногами и руками. И только переходя на новые, более плодородные пастбище. И тогда женщины вас оценят. А я напомню, наш телефон 235-8379, смс-портал 7505, в начале сообщения нужно ставить цифру 7, стоит это 5 гривен плюс 7% пенсионный фон, телефон 235-8379. Видимо, еще наши слушатели не совсем пришли в себя после праздников, ходят по меченым линиям и пока не придумали, что спросить. Но возможность у вас такая есть. И только когда происходит нестереотипная деятельность, мозг работает в полную силу и живет полноценной жизнью. Это доказали ученые. Мозгу, как и другим органам, нужно работать. Мы тренируем мышцы, если следим за своим телом, но почему-то не считаем нужным тренировать мозг. А вот что касается новых задач в бизнесе, новых проектов, это как раз самая наилучшая тренировка, которая может быть. Ну вот одна из причин очень длительной жизни дирижеров, дирижеров больших оркестров. Им приходится решать огромное количество задач. Это собрать оркестр, это обеспечить всех деньгами, это обеспечить турне, это проконтролировать звучание каждого инструмента. В результате эти люди живут очень долгую жизнь и очень творческую. И всегда, кстати, хорошо выглядят. Вот творческие люди в возрасте не теряют сексуальности. Но, кстати, за процессы старения тоже ведь отвечает мозг. Да, а получается, что за интеллект отвечает за сексуальность. И человек в возрасте, там, 70 лет, он еще выглядит великолепно. Вот эта троица французская, Пьер Ешар, Бельмондо в Каннах, там, и Габен. Когда их показали трои в Каннах, им уже там за 70 глубоко. Они были в жизни глубоко пьющие люди, но они выглядят шикарно даже сейчас. Потому что продолжается творческий процесс. Они продолжают поиск себя 70 лет. Они продолжают желать сниматься во что бы то ни стало. И в результате выглядят прекрасно. И в то же, то есть, обратите внимание своего движения именно к клиенту богатому. Не бойтесь его. Он вас не укусит. И если вы ему что-то предложите 10 раз, но подумаете о том, что ему надо, он, в конце концов, сделает вам заказ. А у нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Меня зовут Богдан. Я сам сейчас учусь в Киеве. И у меня есть вопрос. Вы говорите о том, если есть хорошие идеи, надо искать людей богатых. Например, если у меня нет богатых людей, знакомых, что мне делать? К кому обращаться? Идея такая, что нужно патентировать. Я уже прохожу первый этап. А зачем это им надо? А? А зачем это им надо? Ну, за тем, чтобы сбогатиться. У меня хорошая идея. Ну, я так считаю. Новый вид рекламы. А вы думаете, что богатые люди думают о патентировании? Спасибо за звонок. Понимаете, вот когда вы находите конкретного богатого человека, вы работаете конкретно с его мыслями. И тогда у вас исчезают вот эти иллюзии по поводу того, что люди думают о патентировании. Богатые люди не думают о патентировании. Да, они любят думать о прибыли, о доходе. О патентировании думает наш слушатель, чтобы защитить свою идею. Наверное. А вам, когда вы найдете человека, вы можете войти в его круг только тем, что вы ему предлагаете. И ему нельзя приходить с Бадуна предлагать патентирование, если он этим не занимается. Если он, конечно, этим занимается, он на этом зарабатывает деньги, вы можете ему помочь еще больше заработать денег, он вас выслушает. Один раз. Но если он этим не занимается, занимается продажей мерседесов. Ну, какой смысл ему патентирование предлагать? Вот переверните свою психологию. Начните думать о других людях. А тем более, если эти люди выше по статусу. Если они выше по статусу, вы должны втройне о них думать. Вы должны следить за ними. Что они говорят, как они говорят, что они хотят. И только после этого пытаться предложить то, что вы можете. Вопрос был в том, как выйти на таких людей, человеку, у которого нет таких знакомств. А зачем? Я понял, что это не надо ему. Вот он и не выходит. Когда у него будет с чем выходить? Когда он просто начнет думать о том, что мне нужны деньги, а не патентирование. Вот тут вот видите, мне надо патентирование. А вам нужны деньги на самом деле. И если вы находите человека с деньгами, вот тогда и ориентируйтесь, где эти люди, которые связаны с вашей областью, где они, богатые люди. Вот сужайте круг поиска. Те, которые там в патентировании работают. Если вы найдете этих людей, вот им можно предлагать патентирование. А остальные просто даже не отреагируют на предложение. А я напомню, наш телефон 235-8379, смс-портал 7505. В начале сообщения нужно ставить цифру 7. Стоит это 5 гривен. Мы сегодня говорим о активности мозга, о том, как его тренировать и, соответственно, использовать в бизнесе. И слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Слушаем вас. Добрый день. Меня зовут Сергей из Киева. Хотел бы задать вам вопрос. Я, конечно, не все передачи слушаю. Ну, первый вопрос, это как вы относитесь к религии в бизнесе, скажем так. Даже не в бизнесе, а просто бизнесменной религии. Супоставимые вещи или нет. И второй вопрос, например, жена в бизнесе. Вот у меня жена 6 лет посидела в декрете, а сейчас просится на работу, возьми меня в свой бизнес. А, и стоит ли брать жену, да? Хотел бы немножко аргументировать ей, если это, в принципе, возможно. Если это, скажем, возможно, то... Спасибо. Интересные у вас вопросы. Ну, начнем с религии, да? Потом про жену. Да. Что касается религии, это бизнес большой. Религиозные деятели, которые успешно деорганизовывают паслу в дорогих приходах. Каков поп такой приход, вы знаете эту пословицу. То есть, конечно же, в дорогих приходах и много получает и поп, он может строить великолепные дворцы даже. Вот все известные художники, там, Микеланджело, там, они все для кого это творили? Для богатющей католической церкви, для пап. И, соответственно, они таким образом продавали правильно свой товар. Его много продавали. Они боролись за заказы самого богатого сословия на то время, в Средневековье. Поэтому, как я отношусь к религии? Успешно организованные пасторские, так сказать, встречи ежесубботные приносят огромные деньги. Посмотрите, как хорошо зарабатывают проповедники протестантских церквей. Как неплохо зарабатывает сейчас и православная церковь, вот когда к ним люди все время идут и идут и идут. Богатые люди к ним едут. Янукович едет там на собеседование. Наверное, это не даром он туда едет. И мы смотрим, что религиозные деятели сейчас уже одеваются все богаче и богаче. И, конечно же, я мечтаю о том, чтобы православие было больше похоже на богатую католическую церковь. Потому что именно они развиваются именно потому, что там богатые люди в католицизме. Более богатые. В православии более бедные. В исламе еще более бедные люди. И, соответственно, как я отношусь? Ну, положительно отношусь. Это если людей успокаивает. Но я говорю о том, что если вы хотите процветания, чтобы вас любил действительно Бог, то будьте беспокойным, как Господь Бог. И второй вопрос был очень интересный. Брать ли в бизнес супругу, которая просидела несколько лет в декрете и теперь хочет выйти на работу на фирму своего мужа, нашего служителя. Ну, вот в книге, которую можно купить, Институтская 17-5, и там же компакт-диск, там описана история адвокатесы, которая сидела в декрете и располнила. И потом она пошла сама работать юристом. У нее был диплом юриста. Через много лет декретной жизни. И она очень преуспелая. И сейчас очень богатая женщина. И там ее история описана. Почему жена не может работать рядом с вами? Может она работать? Главное, чтобы у нее было к этому желание, а не желание прицепиться к мужу, чтобы сидеть на работе. Ну, а способности насколько важны? Умения в данной сфере? Оно же и проявится в реалити-шоу. Когда она попробует, она столкнется с реальной жизнью. Но, с другой стороны, знаете, есть точка зрения, что опасно с близкими людьми, с супругами, в частности, вести совместный бизнес, потому что какие-то неурядицы на работе могут переходить потом на личную жизнь. То есть не стоит смешивать как бы мухи и котлеты? Не стоит рассматривать людей как одномерных. Одним подходят, другим не подходят. Поэтому я же не знаю эту семью. В общем, стоит попробовать. Я говорю, что это может быть. Но еще раз говорю, если жена рассматривает работу с мужем как контроль мужа, это плохо. А если жена рассматривает, как действительно усилить компанию и зарабатывать деньги, это, по-моему, здорово, потому что больше будет сохраняться у вас денег. А мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Я у вас прочитал в книге очень интересную статью. Хотел бы, чтобы Геннадий ее расшифровал. Звучит она. Деньги – это смысл бизнеса. Если продукт не покупается или он продается тешево, предприниматель должен от него отказаться. Как бы его дорогу он ему ни был. Почему такая вот трактовка, если он так... Почему так категорически, да? Да. Потому что деньги – это как оценка общества. А они же... То есть люди очень трудно расстаются с деньгами. Если они за какой-то продукт отказываются платить, то значит этот продукт плохой. Это очень объективный показатель. Не продается все. Или вы его сильно улучшаете и меняете, и стараетесь все-таки продавать нормально, либо вы оставляете эту затею, потому что общество реагирует адекватно. У нас многие непонятые ученые, непонятые дизайнеры, именно потому что у них на самом деле и продукта нет. То есть они нарисовали что-то, считают, что это хорошо, или пропели песню, и тоже считают, что это хорошо, но они даже не постарались сделать более качественный продукт. И это их останавливает, потому что они сидят с этой мыслью о том, что у них великолепный продукт, просто общество их не понимает. Покупатель недорос. Или там идею недопоняли. Или спонсор не оценил его великие заслуги. Или богатый человек не выделил деньги на этот проект. И мы будем сидеть с этим проектом, как останавливаться. Нет потребителя, нечего этим заниматься. Если ваш магазин, его продажа приносит больше, чем его эксплуатация, продайте магазин. Ну а мы продолжим через пару минут.